привет как ты наверно заметил на этом канале нихуще полезного интересного не происходило уже хуй знает сколько времени типа был вот этот вот геншин потом она подохла и в общем-то основной массе челов кто сюда подписывался там независимости от того не шиненок это или нет не шиненок такой троп дурацкий да поэтому поводу его в шапке канала что-то показано этот канал стал тупо бесполезен в нем не выходило какого-то полезного интересного контента и все такое прочее скоро выходит так называемый у тыринг вайвес или вайзеринг рейвс как его там кличут всякие симпы так называемые фанаты этого изделия вот последняя вариация которая попытка транскрипцию прочитать английскую это лютый кринж база это у тыринг вайвес соответственно самоотверженные фанаты этого изделия зовутся утырято а те что по старшей матери и побольше всех заебали откровенные у тырки я планирую это дело врываться собственно потрогать это говнище на предмет всякой хуйни и соответственно строить теорию у тыринг вайвеса у тыринг вайвесов как это время было сделано с геншина но будет ряд больших отличий самое основное во времена по геншину собственно по началу не было четкого понимания что это за зверь и в чем его суть чем он опасен теперь это понимание есть если придумывать название то это понимание называется гача пессимизм это когда ты стойко уверен что гача это самый хуёвый и агрессивный в адрес игрока способ монетизировать и настраивать экономику игры от этого способа для конечного пользователя будет максимальный ущерб гача это самое агрессивное самое мразотное самая отвратительная политика в отношении конечного юзера и гача это не жанр игр как могут многие подумать а именно вид структуры экономики и монетизации игры самый мерзкий помойный гадкий соответственно из этого тезиса растет база что во первых любой разработчик гачи в первую очередь хочет выебать тебя игрока в жопу причем за твои же деньги отчего следует что любая активность разработчика направлена в первую очередь на то чтобы вогнать хуй тебе игроку поглубже собственно в твою жопу а уже во вторую очередь она решает там какие-то свои структурные проблемы социалка с игрой и прочие задачи во вторых любой разработчик гачи особенно если он идет уже разведанный жанр игровой структуры как это делают курагии делая эффективный геншин лайк являются априори бездарным дегенератом то есть курагии бездарные пидорасы которые не способны самостоятельность и концептуальность мысли и это означает что геншин лайк который делает курагии в чудовищном количестве аспектов с чудовищной вероятностью будет драматически хуже чем оригинал мы это в принципе победам наблюдали и уже на релизе по этому поводу будем особенно агрессивно стукать из этих двух моментов следует очевидный вывод как следует относиться к у тыринг в ависом здоровому на голову человеку это тотальное презрение насмешка над игрой фанатами и ожидание паршивейшего обсера от конторы бездарных пидорасов которые это говнище делают ну соответственно у фанатов этого изделия точно такое же как бы они заслуживают такое же отношение так называемого турята и у тырки соответственно у меня нет большого желания строить какое-то позитивное ядро коммунити в отношении этого изделия как-то его деятельно любить уважать и строить какой-то вот-вот вайп благолепия в отношении этого самого этой штуки соответственно структурные полезные проекты по типу той же библиотеки не произойдут у тыринг в ависе но если кто-то из работяг там в своем порядке озадачится или там алежа что-то сделает или еще кто-то куда-то что-то там то я это дело поддержу потому что но мои убеждения это мои убеждения то что пацанов там может происходить в голове но может быть менее радикальным менее ядовитым и токсичным в отношении игры собственно разработчики уже деятельно доказали что не тупорылые пидорасы которые заслуживают от меня лишь плевок на могилу именно поэтому подобного рода стейтменты я и позволяю и ну эффективно мы будем строить скорее коммунити так называемых токсичных клоунов у ебанов и троллей но с точки зрения фанатов этой этого изделия утырков и прочих соответственно мы эффективно будем отравлять своим существованием мирные болотные угодья утырства вытаскивая на поверхность любой кринж этого поделия и его коммунити вызводя это дело в абсурд тыкая пальцем и смеясь над всеми уторятами контент-креаторами над разработчиками над багами и прочими вопиющими хуйнями тем не менее прекрасно понимаю что на рынке дрочилин которую кстати ту самую идеальную я для себя сам активно ищу существует совершенно ебанутая безрыбья поэтому людей в этот самый утренковый вавис пойдет играть довольно много в том числе из них будут гача пессимисты некоторые даже по матерей позлее чем я которые это все в рот ебали но делать все равно нехуй во что то хочется играть как-то время потратить чем-нибудь себя занять и соответственно в основном контент будет направлен для вот этих самых ребят где как бы без хуйни и без ебучего рожевания и перепрочитывания текста из тул типа ну буду показывать базу трогать там это утырство и говорить чок чу не ок и почему но типа как старые добрые тонны но наверное более таким типа быдловатым вайбом это будет отдавать ладно попутно я попробую это дело монетизировать с помощью шопчика на местные прим айфоны или хуй его знает что там будет за валюта так как насколько мне известно израчно задонатить напрямую привычными нам способами там через карту или юмани или еще как-нибудь не получится поэтому придется плясать с пубном я понимаю что поддерживать контору пидорасов рублем затея ну не самое умное и не самое последовательное особенно если ты подобного рода тезисы выкрикиваешь штуку себя хуйом по груди типа гача пессимист гача пессимист куку реку и так далее однако я эффективно компенсирую таким образом пидорское отношение разрабов к родному региону что является априори базой во вторых с помощью шопа изгенерированной с него прибыли я получу ресурсную подписку подпитку для того чтобы делать свою игру и на втором канале по этому поводу инфа есть можно это дело поизучать отдельно как-то ссылок форс по этому делу не буду ладно похуй но существует просто параллельно этому каналу как такой контекст при этом радикальный взгляд на гачу столь агрессивный ядовито зубастый это вот мое личное мнение я понимаю что есть и более софтовые гача пессимисты есть просто работяги которые относятся к этому эзетис и никаких характеристик этому не придают собственно и просто ну типа ну гача играю не гача тоже играю ну похуй но денег хочет ну даю не хочет не даю и как-то вот они самостоятельно принимают решение вкидывать не вкидывать то есть как бы мое вот это вот мхо но ну мое я как бы да это транслирую и эффективно даже кому-то это навязываю кому-то но падает в темечка и становится основой для его отношения к этому самому продукту тем не менее люди в целом достаточно самостоятельно у них свое мнение есть кто-то все-таки там захочет что-то кинуть что-то это самое и пусть он это сделает через меня принеся пользу мне и соответственно это самое не будучи раздетым всякими полинами утырскими ладно отсылочка на так называемого тюленя для чего собственно я это все тебе рассказал в чем ценность для того что в принципе я считаю правильным и полезным по поводу вот таких структурных и как это сложных вещей с работягами разговаривать вот по поводу самой сути определений по поводу сути происходящих вещей и это как мне кажется есть то самое вот правильное позитивное уважение и здоровый диалог это нужно на основе этого как бы челы уважают меня я уважаю челов у нас все здорово коннект круто мы это самое хуенно общаемся мне вот не импонирует концепция того что я там выкинул челам какую-то хуйню они съедают и я такой типово деньги 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 трафик 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 да то есть это называем так называемый подход всем паула если кто-то знает да челик продал свой старый канал по геншину корейскому казику и я так понимаю что у него на канал по утеринг вейвсу те же планы абсолютно не понимаю как вот чел конечно на ламбе рассекает и всячески этим как это позирует распальцовывает да и мне еще хуярит интересные пасты в личку по поводу того какой же я бездарь и тупорылый и спермоглот блять как он меня вообще понять не может но для меня такой концепт отношения к аудитории это что-то драматически неприемлемое в принципе вот на утубе уже насрано так называемым контентом где собственно пользователей аки заборный скот кормят с лопаты говном типа выборских стерлистов сделанных за месяц блять до выхода игры вот человека который наверное чей-то сын да который толком в продукт даже не играл ну или там как-то играл но типа вот я блять карту залутал поиграл молодец охуенно и соответственно этот человек он себя даже порой позиционирует как ебать охуенный мин максер хуя максер мертвого мама максер еще какой-нибудь максер блять мьюингом занимается с такой квадратные челюстью гига шлёпа собственно в своей сути он является дегенератом и пиздоболом потому что он эффективно вбросил какую-то ебану дизинфу так делать нельзя блять за штурвалом этих каналов сидят бездарные пидорасы которые просто вот хотят популярити трафика любой ценой но бесплатно ладно указывать предмет на не буду но мы на стримах уже парочку таких видели ближе к выходу игры их еще сколько-то заспауниться и соответственно подобный подход к состоянию контента безответственно у ебанский есть эффективно плевок в работяг это есть проявление неуважения в отношении работяг но если мы верим что у работяг у зрителей этого контента есть мозг я понимаю что действительно существуют не ироничные не иллюзорные фанаты геншина для них существует вот это вот послание голубокрасного шапки канала и соответственно ну это самая презираемая так сказать группа людей да там без черепомерки все понятно и контент крейтеры которые вот этих вот самых презираемых ребят позиционирует как свой основной скот основной плебс для которого они с лопаты собственно охуярит ебучий кринж для того чтобы лишь бы нахуярить лишь бы трафик шел ну потому что youtube он любит когда ты срешь конвейером контент выставляя теги под актуалочку он это дело форсят челы типа кликают но он там что-то разжевал тип ну ладно классно но это полная хуйня нужно нести ответственность за то что ты делаешь а челы этого не делают похуй ладно в остальном контентом уже буду разражаться разражусь что-то типа вот после выхода игры на веб-эвент в принципе похуй трогать его в падлу смысловая там немного потому что вот пример конкретный челы на долбоебых на утере кутуберах делают видосы про этот самый вент чего-то там советуют ориентируясь на рексленда который заебался что-то фармить поиграв в бедку ну типа не елю да но по моему на вторую беду не давали пакет смолы и соответственно челы закончили на чуть меньшем ранге аккаунта чем прошлую бедку на прошлую бедку предпоследнюю соответственно давали 100 пакетов смолы и там ну менее душный этот самый чайнинг был там немножко другая экономика была соответственно на этой бете наружался на то что вы удушнили экономику хижевых высос и блять кураги есть вероятность того что экономику местами подрослабит хотя блять нет скорее всего это маловероятно ну ладно все очень сильно изменится с выходом игры относительно бета на это ориентироваться еще цело полагаться как это делают авторы подобного рода видосов ну нет смысла при этом покемон который тебе выпадет он как это может иметь рандомные статы он скорее всего будет мусорным даже если ты какого-то золотого оттуда вывывешь скорее всего короткодэшный покемон может оказаться полезнее и сильнее чем покемон с длинным кд потому что короткодэшный покемон позволяет более часто выходить с какой-нибудь планжухой который в принципе в этой игре по старым бета-тестам дамажило много что она будет дамажить на на актуале непонятно но типа планжуха дамажит очень много и планжуха плюс нажатия короткого покемона эффективно передамаживает вообще все что может предложить просто вот обычный покемон при этом обычный покемон имеет большой кулдаун типа там 15-20 секунд а маленький покемон имеет кулдаун 6-9 секунд а еще там есть покемоны с ниточками вот эти вот хавокор орб и еще какой-то огненный орб и электро орб по моему но мобы с ниточкой заряжают ульты они будут крайне важны если они оставят это в том виде в каком оно было и огромная кучу нюансов которые челы тупо не знают не могут спланировать не могут спрогнозировать им похуй на это все дело и ну если смысл на это дело ориентироваться хуй его знает тем не менее если ну типа на ивент не похуй и ты там сидишь такой копишь блять ивент ивент вот бы сука эффективность вытащить больше эффективности для своего аккаунта ну я просто напомню что этот ивент практически полный аналог ивента по геншину в котором нам давали перо фиолетовое и цветок фиолетовый и сета гладиатора которые вначале там конечно может быть что-то и делали но по сути их импакт равнялся нулю на третий день мы их уже меняли на что-то другое у нас там уже были куски берсерка кто по мне это дело до плюс 2 и ну типа берсерка будет активно кто потупи соответственно там фулл сеты как-то пытался позиционировать и в принципе вот и ринквейсе будет все то же самое этот ивент большой пользы не даст я не уверен если там этот прототип крафтового оружия там ну какой какая-то такая хуйня если там дает четверку ну фиолетовую пушку крафтовую или еще какую-то в принципе в это дело можно влезть но вот чисто достать эту самую пушку на то какие там покинты вообще до пизды ладно ну соответственно тирлист делать до выхода игры это чистое безумие вот пара штрихов в районе кулдаунов там пару процентиков чуть-чуть потрогаем пару пассивок переделаем и у нас данжен резко превращается в мусор осисястая свинья вот это вот этом того тооти по моему звали таочи плохой резко превращается в богиню игры из последнего бета-теста перед релизом такие штрихи гарантированно произойдут ну вот пример далеко ходить не надо в геншине в перед в пред релизном тесте кд на ешку сянки был 6 секунд стал сколько-то там 12 14 кд ешки чугана был 8 секунд стал что-то там чуть чуть ли не 21 блять он очень большой кд имеет и это очень сильно меняет все на персонажа да одна циферка и подобного рода изменений высрать в утеринг вейвсе ну как будто как нехуй делать а еще народ очень плохо в эту игру играет в принципе исполняет плохо системного понимания как здесь хуярить нет пару дней что-то поиграли попотели а смысла в это инвестироваться и задращивать скилуху все равно нет потому что все равно закроют блять поэтому никто ничего не умеет никто ничего не знает никто ничего не понимает особенно и блять ютуберы так что терпим ждем ожидаем терпим терпим и терпим наверное вот самая такая рабочая рекомендация на старте крутки стандартный баннер там селекторы со всей хуйней не вливайте на нулевой пару дней потерпите пока не выйдет какая-то нормально адекватная инфа кто трахает кто не трахает и почему от нормальных типа источников информации ладно